Валдис и Аня снова в Риге Прошло несколько дней с того момента, как Аня была в гостях у Валдиса. Дети иногда встречались, и они стали планировать новое путешествие в Ригу. Они планировали отправиться в город в пятницу, а пока тем временем наступила среда. Был хороший, теплый день. Утром после завтрака Аня стала думать насчет того, как ей реализовать свою мечту – написать картину. Валдис молодец. Он во мне разбудил уверенность. Мне так захотелось нарисовать картину для него. Мне хочется начать рисовать прямо сейчас. Так, надо достать лист, краски и другие вещи для рисования. Сейчас начну. Аня достала большой лист бумаги, достала краски, палитру, кисточки, карандаши и стала думать, что ей нарисовать. Так, что бы я хотела нарисовать для Валдиса? Надо подумать. Аня взяла кисточку и задумалась. Девочка думала, но ничего не могла придумать. Ох, не знаю. Чего-то мне не хватает. Почему я не могу ничего придумать? Ну вот. Тут к Ане подошла ее мама. О, доченька, ты что, решила картину нарисовать? Да, мама, вот только у меня идеи нет. Я хочу что-то нарисовать, но я не знаю. Мне безумно хочется порадовать Валдиса. Не переживай. Рано или поздно идея придет. И все получится. Может, тебя что-то вдохновит? Да, наверное. Слушай, мама, я хотела кое о чем тебе сказать. Ты знаешь, мы с Валдисом хотели бы снова отправиться в Ригу на плоту. На плоту? Ага. Я хочу в Ригу с Валдисом. Очень-очень. Ты не против? Ну, а когда вы хотите отправиться в Ригу? Ну, мы хотели это сделать послезавтра, в пятницу. Я не против. Ура! Мамочка, большое тебе спасибо. А насчет картины я тебе вот что скажу. Тебе надо прогуляться. Посмотри, подумай. Может, что-то тебе понравится. И ты захочешь это нарисовать. Хорошо. Пойду гулять. Я скоро приду. Хорошо, доченька. Если хочешь, сходи в библиотеку. Возьми книжки. Ладно, мама. Аня отправилась на прогулку. Девочка решила пойти по Рижской улице в сторону дома Валдиса. Она смотрела все вокруг, но пока ничего не вдохновляла девочку. Может, домики нарисовать? Нет, это не то. Может, нарисовать небо? Его недостаточно. Тогда что? Надо подумать. Может, я пойду в библиотеку и возьму книжки? Да, пойду в библиотеку. Аня отправилась в библиотеку. Она была недалеко от школы, где училась она, а также Валдис и Янис. Девочка взяла в библиотеке книжки по изобразительному искусству. Книг было штук пять. Может, больше. И, конечно же, Ане было тяжело. Ох, похоже, я взяла слишком много книг. Ох, тяжело. Но ничего, зато я буду знать, как можно нарисовать картину. Неподалеку от Ани шел Валдис. Мальчик увидел Аню и прибежал к ней. О, Аня, привет. Ой, Валдис, привет. Ой, Валдис, помоги. Мне тяжело. Давай я возьму книжки. Вот. Ой, спасибо тебе огромное. Что бы я без тебя делала? А что это ты решила взять? Книжки по ИЗО. О, здорово. Будешь рисовать картину? Ага. Ясно. Как у тебя дела? Все в порядке. Как ты? Тоже хорошо. О, о чем ты задумалась? Я все думаю о том, что нарисовать. Мне очень-очень хочется для тебя нарисовать картину. И как? Придумала что-то? Ну, пока нет. Ой. Не грусти. Придумаешь. Ну, сразу идея не приходит. Нужно подождать. Да, ты прав. Ты помнишь, мы послезавтра поплывем в Ригу на плоту? Конечно, помню. Я завтра достану плот и подготовлю его к нашему путешествию. И надо будет найти компас. Мне кажется, что он в моей комнате. Ты им пользуешься? Конечно. Я рада. Кстати, раз мы отправимся в Ригу, возможно, ты там сможешь найти источник вдохновения. И ты сможешь нарисовать свою картину. Аааа, точно. Я и не подумала об этом даже. Во сколько мы встретимся послезавтра? Когда ты хотела бы? Хм. О, давай в полдень. Ты не против? Нет, не против. Давай. Я тебя буду ждать недалеко от дома корабля. Помнишь, где мы черепаху нашли? Да, помню. Договорились. Я так рада, что мы вновь отправимся в Ригу. Валдис, я уверена, это будет волшебное путешествие. Я так хочу посмотреть с тобой Ригу. Я тоже. Мы в прошлый раз как-то мало походили. Пришлось компас искать, помнишь? Ага. А что бы ты в Риге посмотрела? Ты знаешь, Валдис, мне почему-то хочется увидеть город с высоты. Ну, а помнишь, как мы ходили на вышку в парк Динтери и смотрели на Йормылу? Я была так счастлива. Я чувствовала себя птичкой. Вряд ли, конечно, в Риге есть вышка, но наверняка есть какая-то площадка, где можно увидеть город. Да, я думаю, что есть. Посмотрим. Любимый Валдис. Любимая Анюта. Спасибо. Жду не дождусь, когда мы попадем в Ригу. Настал тот самый день, когда Валдис и Аня хотели отправиться в Ригу на плоту. Дети собирались встретиться в полдень на побережье, недалеко от дома корабля. Валдис притащил плот и стал ждать Аню. Вскоре девочка добралась до побережья и встретила Валдиса. Валдис! Валдис! Привет! Привет, Анюта. О, ты сегодня такая нарядная и красивая. Спасибо. О, чего это ты с портфелем пришла? А, сейчас же лето. В школу не надо. Ты не догадался, зачем я взяла портфель с собой, а? О, точно. Ты же хотела взять портфель в путешествии. Да, верно. Я подготовилась. Отлично. Компас я взял с собой. Не заблудимся. Хорошо. Кстати, мне мама дала с собой два яблока. Тебе и мне. Так что, если проголодаемся, у нас есть чем перекусить. Здорово. Ну что, ты готова к путешествию? Да, я готова. Ну тогда залезай. Оп, я на плато. Держись. Мы отплываем. Держусь. О, сегодня штиль. Море ласковое. Ага. Я думаю, мы быстро доплывем. Вперед. На восток. В Ригу. Да. Валдис и Аня отправились в Ригу. На плоту. Которую, если вы помните, Валдис назвал Дзинтерс. Мальчик взял палку и стал грести. Аня помогала ему. Ты знаешь, мы отправимся в самый центр города. Там мы где-нибудь оставим наш плод. В самый центр города? Ага. Я внимательно изучил карту Риги. Мы свернем с Даугавы в центральный канал. Так мы попадем в парк и оставим плод на берегу. О, а можно так сделать? Конечно. У тебя хорошая память, Валдис. Как же ты все запоминаешь? Не знаю. Просто запоминаю и все. Молодец. Дети плыли по морю, рядом с побережьем. Они успели добраться до того места, где река Али и Лупы впадала в Балтийское море. Точнее, в Рижский залив. Да до Угавы было еще далеко. О, смотри, Валдис. Мы, кажется, здесь были. Втроем. Вместе с Янисом. Да. То место, где река встречается с морем. Здорово мы тогда прогулялись. Ага. Прошло некоторое время. Валдис и Аня успели немного подустать, но они были близки к цели. Устала? Ой, да. Хочется чего-то съесть. О, у меня же яблоки есть. Давай их съедим? Давай. Аня достала из портфеля яблоки. Дети взяли по одному яблоку каждый. Валдис хотел откусить яблоко, но он решил отдать его Ане. А? Ты что, яблоко не хочешь? Давай мы съедим одно яблоко напополам. А второе мы также съедим напополам, но потом. О, давай. Хорошая идея. Ммм. Вкусное яблоко. Оп. Ммм. Сладкое. И хорошее. Спасибо тебе за яблоко, Анюта. Не за что, Валдис. Прошло еще некоторое время. Валдис и Аня добрались до Риги. О, вот и она, Рига. Наконец-то мы добрались до нее. Ура! Нам осталось добраться до центрального канала. Мы уже совсем близко. Хорошо. О, Валдис, смотри, какие красивые домики. Как здорово. О, Валдис, а там что строят? Видишь, вдалеке? Хм, вижу. Слушай, так это же башню строят. Башню? Ага. Я слышал, здесь хотят телевизионную башню построить. Наподобие Останкинской. Только она будет интереснее и красивее. Ух ты, интересно, когда ее достроят? Ну, не знаю. Так, нам пора поворачивать на центральный канал. О, уже? Да. Вперед. Валдис и Аня свернулись до Угавы на центральный канал. В скором времени дети оказались в парке, недалеко от железнодорожного вокзала. Ну вот, мы добрались до Риги. Ура! Здорово! Куда мы пойдем, Валдис? О, а пошли к Домскому собору. Пошли. Дети поднялись по лестнице и оказались на улице Ленина. Позади Валдиса и Ани был памятник свободы, а впереди старый город. Ого! Как тут красиво! Какие домики! Мне нравится! И мне. А, здесь русский театр есть. О, Валдис, посмотри! Видишь? На крыше того дома черный кот. О, да, вижу. Кажется, это дом с черными котами. Правда, коты не настоящие. Это фигуры. О, жалко. Я бы их погладила. Наверное, они пушистые. Наверное. А мы правильно идем? Вроде да. Кажется, мы здесь проходили в прошлый раз. Вернее, бежали, когда наш компас похитили. Да, помню. А, там что за здание? Пошли-ка туда. Валдис и Аня дошли до Ратушной площади. На ней дети увидели дом черноголовых, ратушу, памятник латышским стрелкам. А, ух ты! Как красиво! Какой интересный дом! Ага. И ратуша красивая. О, я вижу набережную. Там Даугава. Ого! Быстро мы добрались до набережной. О, там трамвайчики ходят! Точно. Тебе нравится? Да, мне нравится. Ой, с тобой мне хорошо, Валдис. Мне тоже. Так, а где же Домский собор? Может, нам надо было повернуть? Ну, например, направо. Давай пойдем туда. Валдис и Аня пошли вглубь старого города. Они добрались до цветных домиков. Это была та самая цветочная улица, на которой снимали фильм про Шерлока Кумса. Да, мы здесь были. Помню я это место. Здесь еще мы встретили детектива Айворса. Да, он себя называл Айворс Холмс. Но зато он помог нам разыскать воришку, который украл компас. Да. О, слушай, кажется, мы пришли. Вот он, Домский собор. Ура, мы дошли до него. Ого, он великолепен. Он потрясающий. Настоящий символ Риги. Да. О, здесь много народу. Конечно, это же известная достопримечательность этого города. Очень красиво. О, слушай, Валдис, мы же хотели посмотреть город с высоты птичьего полета. Да, но как это сделать? Вышек здесь нет. Ммм, может, здесь есть какая-то смотровая площадка? Может быть. Давай смотреть. Дети стали смотреть, где есть смотровая площадка. Однако все здания в основном были примерно одинаковой высоты. И тогда Валдис предложил Ане пойти на одну из улиц. Давай пойдем туда, Аня. Давай. Аня так засмотрелась на дома, что не заметила, как повернула на соседнюю улицу. Валдис пошел по улице к зданиям, которые назывались Три Брата, а Аня пошла в сторону шведских ворот. Так, здесь пока не вижу высоких зданий. Зато я вижу три одинаковых домика. Прям как братья, близнецы. Аня, смотри. Аня. Ой, Аня. Ань, ты где? О, ух ты. Да, как здесь интересно. Высоких домов тут нет. Не вижу. Валдис, а как ты думаешь, а... Ой. Валдис, ты где? Валдис! Аня! Ты куда ушла-то? Аня! Валдис! Ты где? Отзовись! Валдис! Валдис! Дети стали искать друг друга по улицам Старой Риги. Валдис дошел до Рижского замка, а Аня сначала дошла до дома с черными котами, а затем вернулась к Домскому собору. Валдис! 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 Неужели я его потеряла? Валдис! Отзовись! Ты куда пропал? Миленький мой Валдис! К Домскому собору прибежал и Валдис. Наконец, он увидел Аню. О, Аня! Валдис! Валдис! Ты меня нашел! Куда ты ушла, Ань? Я, похоже, засмотрелась и пошла не в ту сторону. И я тебя потеряла. Прости меня, Валдис. Ничего страшного. Все в порядке. Ну, не плачь. Я с тобой. Аня. Спасибо тебе. Давай мы лучше за руки возьмемся, чтобы не потеряться. Давай. Здорово. Слушай, ты не нашел смотровую площадку? Нет. Тут к детям подошел комсомолец и решил им сказать насчет смотровой. Комсомолец отвел наших детей-пионеров на смотровую площадку. С нее открывался потрясающий вид на город. С одной стороны была видна Даугава и набережная Старой Риги, а с другой старый город, Томский собор, собор Святого Петра и крыши старинных домов. Валдис, смотри, как здесь волшебно. Это потрясающе. Да. Рига прекрасна. Валдис, я так счастлива, что я с тобой. И мы смотрим на Ригу. Я безумно счастлива. Я тоже счастлива, Анюта. Это потрясающее место. И солнечно. Очень хорошо. Да. Валдис, ты самый лучший. Вскоре дети спустились вниз и еще немного погуляли по городу. А затем они пошли обратно к тому месту, где они оставили свой плод. Ах, хорошая была прогулка. Мне она безумно понравилась. А тебе? Мне тоже, Ань. Здорово. Ой, я немного утомилась. Да, я тоже немножко. Но нам надо доплыть до дома. Ага. Могу я достать компас из портфеля? Да. Мы уже практически дошли. Держи. Спасибо. Валдис и Аня оказались на плоту. Мальчик отвязал плот от причала, и дети отправились в обратный путь. Если ты сильно утомилась, то мы можем сократить путь. Сократить? Да, можно добраться до реки Лилупе и доплыть до причала, у которого мы иногда встречаемся. О, давай. Мы свернем тогда чуть пораньше, не доплывая до Рижского залива. Там есть еще одна речушка, по ней мы как раз и доберемся до Лилупе. Хорошо, вперед! В скором времени дети добрались до реки, которая соединяла Лилупа с Доугавой. Аня к этому времени проголодалась. Есть хочется. Ничего, ничего. Скоро доплывем. О, постой-ка. У тебя в портфеле не осталось яблока? Сейчас посмотрю. О, есть! У нас есть одно яблоко! А давай напополам его съедим? Давай. Вкусно! Теперь я до обеда или ужина смогу дотерпеть. Я тоже. Как думаешь, сколько нам еще плыть? Я думаю, еще минут сорок. Я поняла. Но знаешь, мне с тобой хорошо как на земле, так и на воде. Я даже не замечаю, как проходит время. Мне просто хорошо. И мне. Еще спустя какое-то время, дети доплыли до Юрмалы. Валдис и Аня оказались у причала. Ура! Мы в Юрмале! Ура! Валдис! Спасибо тебе огромное. Мне понравилось наше путешествие в Ригу. Было здорово. И было романтично. Я так счастлива. Я тоже счастлив. Ты мой хорошенький. О! Валдис! Я, кажется, знаю, что нарисовать тебе. У меня появилась интересная идея. О! Я смотрю, путешествие тебя вдохновило. Ага! Я пойду сейчас рисовать. Хорошо. Валдис проводил Аню до дома, а затем отправился к себе домой. Спасибо, что проводил меня. Ой, тебе не тяжело? Нет. Все в порядке. Ой, ты про компас забыл. Он у меня в портфеле. Не страшно. Можешь потом принести. Я пока плод отнесу в сарай. Хорошо. Спасибо тебе большущая, Валдис. Пока. Еще увидимся. Пока. Прошло несколько дней. Аня сумела нарисовать картину для Валдиса. Где-то после обеда, в один солнечный день, девочка пришла к дому Валдиса и стала звать мальчика. Валдис! Валдис! Выходи! О, Анюта. Привет. Приветик. Я тебе кое-что принесла. Да? А что? Вот. Это тебе. Ого. Ух ты, Аня. Это же самая настоящая картина. Это ты ее нарисовала? Угу. Как красиво. Это... Это же старая Рига. Тот самый вид с площадки, на которой мы были. Анюта, слушай, ты великолепно рисуешь. Правда? Да. Спасибо тебе за такой подарок. Спасибо. Спасибо. Да не за что. Я сумела осуществить свою мечту. И все благодаря тебе, Валдис. Ты мой хороший. Ты мой милый. Муа. Спасибо. Видишь, ты все можешь. Продолжай. Может, ты еще что-то нарисуешь? Да, наверняка. Я попробую нарисовать ночное небо. Я безумно хочу. Нарисуй. Покажешь, как будет готово? Конечно. Ох, Валдис, как же я рада, что мы вместе. Ох, Валдис. 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 Продолжение следует...